Говорят, как хорошо, что Евгений к нам приехал. Говорят, давайте маску не берем. Жительница города Бишкек с момента введения карантина полностью исключила посещение общественных мест, в том числе площадки во дворах и парках. Она с детьми предпочитает гулять недалеко от дома и, безусловно, надевает детям защитные маски и каждый раз старается объяснять им, что на улице нельзя прикасаться руками к лицу и каким-либо предметам. Куда бы мы ни ходили, к соседям в магазин или даже просто прогуляться по нашей улице, мы всегда носим маски. Детей я обязательно без масок не выпускаю из дома. Мы покупаем одноразовые чаще всего, меняем через каждые три часа, потому что это надо, в них могут застревать микробы. Однако таких добропорядочных граждан столицы встретишь редко. Можно заметить, что даже в местах массового скопления людей многие не носят маски, тем самым оставляя без внимания рекомендации медиков. Как сетуют иммунологи, люди зачастую забывают о том, что они могут оказаться носителями вируса. Дело в том, что нам кажется, если я не болею, я не ношу маски. Сейчас очень большое количество людей, которые бессимптомные формы, и мы должны, люди, чувствовать свою ответственность перед другими, потому что у нас у всех дома есть пожилые люди, у нас есть больные с сахарным диабетом, это сердечно-сосудистые заболевания, и поэтому нам необходимо носить маски, защищать других. Или даже, например, мы идем, считаем, что я иду на улице одна, обязательно на встречу идет кто-то, может чихает, может кашляет, может у них бессимптомные формы. Сейчас в стране без защитных масок нельзя появляться в продуктовых магазинах, транспорте и других общественных местах. Если ранее ВОЗ не рекомендовала постоянно носить маски, объясняя это тем, что они не гарантируют защиту, то теперь организация придерживается правила – обязательно носить маски даже здоровым людям. Тем временем в Кыргызстане продолжается масочный режим, нарушение которого может привести к росту заболеваемости коронавирусом, а также есть риск возникновения новой волны эпидемии, говорит специалист. Во многих странах до сих пор соблюдают меры по ношению маски, они носят маски, и поэтому мы рекомендуем, что носите маски, обрабатывайте руки, то есть соблюдайте личную гигиену. Спасибо. Защитные маски можно покупать в аптеках, в магазинах товаров для здоровья, а также заказать в интернете. Но самое главное важно, чтобы человеку была представлена правильная информация, ведь потребитель должен знать, как защищает покупаемая маска и как ее использовать. И не стоит забывать, что ношение маски в закрытых людских помещениях оправдано всегда. Айгирим Бараканова, Джантай Макенов, «Пирамида». Спасибо. Спасибо.